МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! В эфире программа Питстоп. И в студии Аркадий, Оксана и Павел. И сегодня нам хотелось бы поговорить на таком сочетании, необычном, наверное, нечасто употребляемом, как счастливый и нищий. Есть ли у вас какие-нибудь ассоциации, вот просто даже с сочетанием этих двух слов? Счастливый и нищий? Наверное, то, что нищий не может быть счастливым, казалось бы. А тот, кто счастлив, не может быть нищим тогда? Ну, это уже, конечно, от каждого зависит индивидуально. Ну, вроде бы, на первый взгляд кажется, что нищий счастливым быть не может. Счастливый может в любой момент оказаться нищим. Мне кажется, это все-таки дело вкуса. Это у каждого свое счастье, и поэтому и у нищего может быть свое счастье. То есть не в нищете дело, да? Это может быть один человек, в этих двух стадиях человек может быть один человек. Одна персона, счастливый и нищий. Ну да, если просто говорить о сочетании этих слов, счастливый и нищий сразу синонимично вспоминается принц и нищий, когда два похожих мальчика играли одну роль, ну, по очереди. Ну, счастливый играл, ну, то есть принц играл роль бедняка, ну, а вот этот нищий, бородяшка, играл роль принца счастливого. Ну, в итоге все оказались счастливы, все нормально. Такое сочетание счастья и нищете встречается в одном из заповедей блаженства. Вот Христос об этом говорил, что блаженны нищие духа. Ну, вот какое-то интересное сравнение. Почему так? И он говорил блаженны. Слово блаженство, наверное, не современное, мы обычно им не пользуемся. Какие вот ассоциации могут быть со словом блаженны? Нет, ну, почему сейчас рекламы пестрят о том, что блаженство, рай. А, райское блаженство. Опять же, рай – это тоже тема религиозная, да, значит, что-то такое сакральное, там, с верой связано, да. Что-то, может быть, даже недостижимое, что кто даже, если в рекламе это нам предоставляет, это слово, то, я думаю, они говорят о какой-то грани, за которую можно перешагнуть с помощью них. Ну, да, то есть вот это слово блаженство, оно такую окраску имеет сакральную, и оно даже стало некоторым эпитетом. Называют каких-то высоких таких духовных людей, отцов церкви, типа блаженный Ироним, блаженный Августин – это как, ну, ваше святейшество, эпитет получился. На Руси это получилась другая окраска, с этим блаженными еще называли юродивых. Поэтому, когда вы слышите, допустим, какое-нибудь строение культовое, посвященное какому-то блаженному, то одна из окрасок, может быть, это юродивый. В свое время так себя ввел, позиционировал. Василий Перов – это наш земляк, рисовал картину под названием «Блаженный». Но человек, который там был нарисован, это просто бедняга, который полуголый, находится на морозе, с такой улыбкой, знаете, вот неземной, детской, неадекватной. Ну, и вот это слово, получается, в нашем контексте не очень хорошо воспринимается. Но относительно слова «блаженный», его значение очень простое. Мы с него и начали – это «счастливый». Просто, опять же, сочетание счастья с нищетой. Как бы вы определили тогда нищету? Ну, опять же, нищета тоже такое растяжимое, на мой взгляд, понятие. Я понимаю, что в государстве у нас есть ступени, как определить нищеты, за гранью черты. Сколько ты заработаешь? Да, то есть все измеряется достаточно легко в денежном эквиваленте. Так, чтобы вам пища была для размышлений, чтобы легче было отнести себя к какой-нибудь категории, данные госкомстата по заработной плате. Значит, есть первая стартовая, самая низкая позиция – это крайняя нищета, зарплата до 3400 рублей. И таковых в России 13,4%. То есть зарплата еще такая есть, я думаю, можно... Давай, поверь в это. Особенно тем 13%... Люди есть. ...верить, да, сталкиваться с этим постоянно. Это только крайняя нищета. Я теперь говорю о нищете от 3400 до 7400. И таковых 27%. Ну, благо, кто живет в областных центрах и близко к столице, тоже как бы особо этого не касается. Но есть регионы... У тебя кварплата, у тебя свет, и ты нищий. Ну, судя по всему, да, по расценкам везде все достаточно так одинаково. В провинции продукты приходится покупать по ценам иногда и дороже, чем столичные. Ну, пойдем дальше. Бедность чуть повеселее от 7400 до 17000 рублей. Это все еще бедность? Я переплюнула. Чуть-чуть. Чуть больше, да? Ну, да, чуть-чуть. Ну, можешь себе галочку поставить. 38% таковых на территории нашей страны. Как дальше? Есть еще другой материал по Федеральной службе государственной статистики. Это 2012 год. Не знаю, как за эти два года поменялось. Ну, крайняя нищета там ниже 4100 рублей, нищета до 9400, а бедность до 20000 рублей. Выше бедности до 30, средний достаток до 60. А выше бедности это что? Это не богатство, я так понимаю. Там еще что-то. Определенно не богатство, да. Это просто чуть-чуть вот ты, ну, наверное, на шоколадку еще, которая где-то в сумочке лежит, можешь себе позволить. И богатый это свыше 90 тысяч рублей в месяц. Ну, а дальше уж потолка невозможно себе представить. Каждый радуется как может, да? Есть одна интересная фраза. Сказал ее Салтыков Щедрин. Как вот вы бы к этому отнеслись? Позор – дело привычки. Его можно перенести, но нищету никогда. Хм, то есть позор – это, наверное, ну, как я поняла, наверное, что-то временное, это можно как-то хоть пережить. А нищета в чем? Неужели из нищеты не выбраться? Нет, ну почему? Смотря что... Ну, я могу только, не знаю, проассоцировать, может быть, на каких-то своих знакомых, ну, или на каких-то опытах, которые я наблюдал. Когда я видел человека, который, может быть, переехав в другой город, он мог избавиться от какого-то клейма, просто, в общем, от общества. Мог себя показать с другой стороны, заявлять себе новое имя, то есть позор свой какой-то там, может быть, он и стер. Но одновременно с этим его темперамент, привычки и все остальное ему не дают вырваться из его потолка, прыгнуть выше своей головы. Он... От самого себя не убежишь. Да. Он поменяет город, поменяет, если это будет столица, он будет тем же самым дворником или, ну, как по статистике, на том же дне, на котором был. Давайте еще раз определимся. То есть вот ту сеточку, да, по зарплате, которую мы увидели, это всего лишь финансовая статистика. Но это очень интересное определение нищего. Вот когда вы идете по улице и встречаете нищего, да, как он, за что он живет? Или на что он живет? Но, как правило, мы встречаем нищего, он где-то у дороги, и он просит. Это просящий. То есть нищенствовать – это побираться. Знаете, сейчас, не знаю, сколько надо мегабайт, чтобы понять, это простое определение. Первое. Нищий – это тот, кто просит. Нищий – это тот, кому дают. Нищий – это тот, который опять просит. Тот, которому опять дают. И это бесконечный цикл. Нищий – это тот, который ничего не имеет и нуждается только на том, что приходит извне. И поэтому эта проблема – ты абсолютно зависим от того, что приходит извне. Это значительно отличается от бедности. Бедный человек имеет нечто в малом объеме, но этим и распоряжается. А почему нищий не может встать на ступеньку бедного? Вот мне кажется, как раз вот эта вот разница, которую я попытался объяснить, как раз, мне кажется, я хотел именно эту мысль сказать. О том, что человек, его характер, его темперамент сделает свое дело, и он встанет на ту ступень, на которой он стоит. Возможно, если это использовать в финансовом росте, то бы из категории как бы встать на ноги. То есть был человек нищим, потом вдруг худо-бедно что-то подсобрал, попросил, накопил, и потом пошел старт. Ну и, глядишь, стал великим, счастливым и богатым. Но в контексте, которым используют эту фразу Иисус Христос, уча народ, проповедуя Евангелие, получается вот это значение нищеты. Это тот, которому постоянно не хватает. У него нет просто. Он просит, и ему дают. И поэтому Господь говорит так, блаженны нищие духом. Реально в нищете нет ни красоты, ни наслаждения. Ну это глупо. Допустим, представь, заменим, да, если слово нищий, блажен страдающий, блажен мучающийся, блажен мазохист. Это было бы глупо. Это урод было. Да, поэтому он говорит, вот это слово нищеты, нищета из материальной сферы, которую всем понятно, ну все мы с деньгами как-то соприкасаемся в любое время, хоть ты живи 3000 лет назад, хоть сегодня. Есть, у тебя нет, это для тебя понятно. И добавляет очень важную фразу, блаженны нищие духом. Дальше какая-то сложная категория. То есть плохо, когда денег нет, но хорошо, когда у тебя не хватает чего-то большего. Как бы вы это восприняли? То есть, наверное, имеется в виду уже что-то более моральное, наверное, а не материальное. Моральное? Что из морального? Имеется в виду, наверное, что-то душевное. Ну я не знаю, как это высказать. Наверное, да. Ну ведь речь уже идет не о материальностях каких-то, Иисус Христос говорит. Да, некое, нечто возвышенное неземного происхождения. Ну, допустим, что мы знаем о духе? Блаженны нищие духом. Что такое дух? Или что это за категория такая? Ну если вспомнить древние письма, книгу «Псалтырь», там говорится так, что «Словом Господа сотворены небеса, духом уст его все воинство их». Это то, та сила, с помощью которой вообще мир появился. Вот я хочу такой силы жизненной, жизнеутверждающей силы. Потому что если я хочу чего-то материального, я всего лишь коллекционер, нумизмант. И в этом я ограничен. Я буду собирать, собирать, я сам в себе жизни не имею. Я конечен. Если же я стремлюсь к какой-то более, так скажем, высокой категории, тогда у меня есть перспектива. То есть, другими словами, можно сказать, что блаженный или счастливый тот человек, которому хочется, чтобы с ним был Бог всегда. Во всем, что он не делает, все, что он не желает. Получается, что человек, который нищий духом, он вполне себе может быть богатым материально. Может быть нищий духом. Ну, знаете, интересная фраза звучала у царя Давида. К нему претензий нет насчет бедности. Даже к среднему достатку не причислишь. Этот человек реально богатый, сильный и так далее. Однажды он так вопиет, плачет, это мопль его души. Говорит, преклони, Господи, ухо твое, услышь меня, ибо я беден и нищен. Почему он так позволяет говорить о себе, если это не материальная категория? Что такое могло бы с ним произойти? Как раз-таки ему, наверное, не хватает. У него есть потребность, которую он просит, которую он не может себе позволить просто взять, из кармана достать. У него есть потребность в том, чтобы ему дали. Что именно ему нужно, и чего он лишился? Что он потерял, что он сейчас говорит, что он беден и нищий? Он же говорит, преклони, ухо, услышь меня. Наверное, он хотел, чтобы Бог его услышал, ему не хватало какого-то, может быть, внимания Божьего. Это самый простой ответ, вспомнить его жизнь, когда он вдруг решился на преступные действия. То есть он соблазнился, он убил человека, он переспал с чужой женой, он начал плести интриги. Вот в этот момент у него есть Бог в его жизни, при всем его богатстве, положении и так далее? Нет, потому что он принципы нарушил, он изменил самому себе. Теперь он стал бедный и нищий, потому что он вообще потерял Бога, перед которым ходил, именем которого назывался. Теперь он это понимает, говорит, я беден и нищий, у меня не хватает самого важного. То есть я прошу Бога, мне нужно больше Бога, чтобы исправить свою ситуацию. Ну, наверное, в жизни человека такое происходит, когда ты многое планируешь в своей жизни, не хочешь чего-то достичь, и в какой-то момент просто опускаешь руки. Есть кто-то сильнее тебя, есть тот, кто успешнее тебя, есть тот, кто просто более агрессивно живет по жизни. Это закон. Закон какой? Есть такая фраза, что что бы ты ни делал превосходное, найдется какой-нибудь азиат, который сделает это лучше. Или ленивый человек, который найдет более легкий способ выполнения этой работы. Правильно? Да, то есть в какой-то момент все твои усилия оказываются тщетными. Тебе не хватает самого главного. Это душевного мира, покоя, это духовного ощущения правильности. Потому что в своем, то, что ты делаешь, у тебя просто нет успеха. И, наверное, это еще осознание довольства. Тот, кто является довольным своей жизнью, он имеет большое приобретение, он богатый. Он знает себе цену, и есть такая полнота жизни. Чувствуешь, что жизнь удалась. Это замечательное утешение. Ну, наверное, пусть будет так с каждым, независимо от ситуации, где ты находишься, как ты справляешься по жизни. Ты просто счастливый человек. Итак, Давид, вот он говорит, я беден и нищ, он просит. И вот как здесь увидеть его счастье? Что он просит бедный, нищий, почему он может быть счастливым? И в этот момент ты чувствуешь себя ущербным. Мне кажется, он совершенно не счастливый человек. В данной ситуации, в данной, когда он просил, это несчастливый человек. Он просит счастья, просит его наполнить. Ему не хватает, он говорит, наполни меня. Значит, он будет счастливым тогда, когда будет ответ. Да. Но это тогда противоречит словам. Тогда блаженный, нищий дух. Не работает. Да, блаженный, вот те, которые нищие, они не получили, они еще в статусе нищих. Люди, находящиеся в статусе нищих, они еще не получили ответа, но у них есть это самое предвкушение. Зачастую мы можем назвать это верой. Ты не видишь, ты не осязаешь, но ты понимаешь, что это должно быть. Ты так, соответственно, и себя и ведешь. То есть, как будто ты уже получил. Ты знаешь свою просьбу, ты ее выразил и знаешь, что она обязательно получится. Для этого есть одно очень важное обещание о том, что Бог, который является любящим отцом, обязательно отвечает детям своим, просящим у него. и тогда тебе будет счастье. С вами была программа Питстоп. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok